Здравствуйте! Я хочу предложить вашему вниманию стример для поимки жереха, окуня и щуки. В зависимости от величины крючка мы можем поймать даже сома. В данный момент мы будем изготавливать стример конкретно для рыбалки в определенных условиях, так как я крючок огрузил дополнительно свинцом, так чтобы стример мой имел в общем вес где-то порядка 4-5 граммов. Отрезал небольшую щепоточку морковного цвета меха песца и креплю его у загиба, так чтобы мой хвостик огибал равномерно цевьё. Закрепили, пока до конца не обматываем, не приматываем. Промажем, хорошо клеим, добавим совсем немножечко блестящего люрекса. Чтобы хвостик мне, как обычно, не мешал, я его промажу клеем и весь миг соберу в такой пучочек. В качестве боковых элементов блестящих я взял кусочек упаковочной плёнки и разделил её на две части. Поэтому сейчас я с двух сторон закреплю её прямо там, где мы закрепили хвостик, так чтобы ровно-ровно было это у нас сбоку. Следим за тем, чтобы наша плёночка никуда не ушла. Подровняли, посмотрели и теперь окончательно в этой точке добавим немножечко клея. Прихватим наш хвостик. Закрепили. Для сегментирования моего будущего тела мне понадобится кусочек лески где-то 0,1-0,12. Не толще и не тоньше. Подобрали. Теперь в качестве тела я буду использовать вот такое перо гризли. из петушиного скальпа. Но я выбрал так, чтобы у меня как можно больше по всей длине сохранялась равная величина моих пёрышек. И теперь я возьму обыкновенный даббинг, который у меня есть серого, жёлтого. Давайте сделаем. Вот у меня есть немножко оранжевого. Давайте сделаем в оранжевых тонах. Так как какое будет тело, большого значения здесь не имеет. Оно у нас почти всё будет закрыто материалами. Изготовили тело. Повторю ещё раз. Не имеет значения каким будет цветом. Главное, чтобы была вот такая изящная его форма. Теперь мы берём наше пёрышко. И стараемся выполнить обмотку как можно плотнее. Насколько будет позволять нам длина нашего пера выполнить обмотку. Доходим с вами до колечка и у колечка выполним два полных оборота. Остатки отрежем. Продолжение следует... теперь нам остается с вами подровнять перо так на теле чтобы у нас поделить его вверх-вниз как обычно вот так развернем чтобы не подстригать и берем нашу пленочку которую мы закрепили в начале примерили как у нас она будет смотреться если попадает перо поправим подровняем очень удобно хорошо все все нас устраивает и теперь мы только можем с вами вот так натянуть насколько позволяет пленка чтобы ее не порвать и обхватывая ее аккуратно чтобы сильно не прокрутить крепим здесь у колечка хорошо промотали добавим немножко клея и остатки отрежем сразу можно поменять нить клей наш подсох теперь мы просеиментируем наше тело стараемся аккуратненько так чтобы не затаскивать перо поправляем стример что-то напоминающий и матуку и зонкер но уже проверено если длина хвоста ловит достаточно хорошо есть одна особенность чтобы вы учли при изготовлении если длина хвостика будет недостаточная наш стример начинает крутиться хвостик является своего рода стабилизатором при движении нашего стримера по желанию можете потом подкрасить пленочку очень длительное время держится краска если выполнена качественными спиртовыми маркерами так 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 И хорошо промотаем. Теперь я сформирую головку и приклею глазки. Я приклеил глазки и вскрыл немножко головку лаком. Как вы видите довольно таки симпатичный стример, который в зависимости от величины огрузки крючка и хвостика может ловить практически любую хищную рыбу. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч!